Привет всем! Заканчивается рабочий день. Я еще в школе, кое-что я еще должна доделать, и затем уже отправиться домой. Сегодня было полным-полно работы, сегодня было совещание, сегодня было много работы в плане подготовки к 70-летию Победы. У нас много мероприятий, радио наше школьное, у нас радио-рубрики «Песни военных лет», дети читают стихи, хроника событий, мы будем рассказывать о Левитане. Поэтому, так что будет много разного всего, школьное телевидение тоже будет снимать тематические передачи, и это все будет происходить еще, естественно, помимо того, что у нас программы, так сказать, мирного времени еще никуда не делись, никуда не улетучились. И у нас есть и сюжеты, как бы, ежедневного дайджеста, что произошло, что случилось в ту или иную дату, какой сегодня там профессиональный праздник, поэтому все это делается. В рубриках «Помни классному чтению» мы знакомим с отрывками произведений или с маленьким произведением целиком, потому что нужно ложиться в перемену, радио школьное работает на переменах. Рубрика у нас есть «Доктор Здоровкин», советы по здоровью не даем, так что вот таким образом мы работаем. И я вот еще хочу показать, у нас в нашей такой студии разравниваются листы ватманские, как это было на Новый год, и мы пустим эти листы на украшение наших окон ко Дню Победы. Вот они под грузом лежат, чтобы лист был как можно ровнее, у нас будет на окна пеоргиевская ленточка и надпись «70 лет Великой Победе». Вот таким образом. Вот у нас тут звездочки, тут, так сказать, макеты разрабатываем, скоро ленточку начнем разрезать, когда лист разровняется. Ну вот, будем работать. Вот сейчас, мне кажется, такой вот негативной тенденцией писать неграмотно. Мы просматривали различные картинки для баннера, посвященные тематике «70-летие Победы», и обратили внимание вот на что, на неграмотное написание, собственно говоря, текста, поздравления «70 лет Великой Победы» почему-то. Ведь это все равно, что сказать 15 лет, например, или 20 лет не «свете», а «светы». То есть фраза сама по себе получается или какая-то куция обрезанная, неизвестная из какого контекста. А если мы просто хотим коротко и лаконично сказать «70 лет кому? Чему? Великой Победе». Поэтому странно, что даже на официальных таких баннерах, которые мы видели, вот эта вот формулировка такая неправильная присутствует. Поэтому вот мы решили написать грамотно «70 лет Великой Победы». И на этот раз я, может быть, тоже сниму сериал «Как мы украшали окна только к празднику Победы». Вот к празднику Победы. Какому празднику Победы? Вот здесь эта фраза сказана правильно. И посмотрим, как у нас это получится. На этот раз, наверное, работа будет не такая. Даже не, наверное, точно не на всю школу, а только фасадные окна второго и третьего этажа мы будем украшать. Ну вот, посмотрим, как мы это сделаем, как мы с этим справимся. Сегодня у меня, помимо выступления на радио, были различные подготовки к конкурсам, подготовка к педсовету, внеурочная деятельность, вот как сейчас подготовка к кружку моему юных инспекторов движения, подготовка к конкурсу тоже. И на завтра тоже напланировано очень много работы. Кроме того, у нас сегодня еще было совещание, в котором я принимала участие, то есть присутствовала на нем. Не то, чтобы я что-то там говорила, я просто присутствовала. Но тем не менее, это тоже заняло свое время. Я посмотрела перечень своих видео, и где у меня наибольшее количество просмотров. Я смотрю, что мои видео о цветах, о комнатных растениях пользуются большой популярностью. Я, конечно, постараюсь еще снимать видео на эту тему. Но вот я хочу начать, точнее не говоря, уже теперь не начать, а продолжить новую рубрику «Психологические беседы». Психологические беседы, ну, по вопросам, конечно, педагогическим в основном, потому что я по образованию педагог-психолог, и работала с детьми такими, и сейчас я работаю тоже с детьми, а дети разные, поэтому если что-то будет, допустим, кому-то интересное, моего педагога-психологического опыта, я могу этим поделиться, могу рассказать, что достигнуто мной, в каких вопросах. Может быть, и кто-то задаст мне вопросы, и я дам какие-то рекомендации. Педсовет следующую пятницу, и я принимаю в нем участие вот в каком ракурсе. Мы снимаем фильм о выпускниках. Тема нашего фильма, ну, если так, в общем, рабочее его название – «Образ выпускника нашей школы». И сегодня мы так запланировали нашу работу, что буквально начиная от первоклассника, дальше четвертый класс, девятый класс, одиннадцатый класс, мы будем задавать вопросы о том, как нравится детям учиться в школе, что именно там нравится, не нравится, и будем спрашивать их мнение о том, каким они видят выпускника нашей школы. То есть, что он из себя представляет, по их мнению, выпускник нашей школы. Поскольку сейчас в нашей школе вот есть такой слоган – «Школа добра и благополучия», вот мы и посмотрим, как мы соответствуем, или, может быть, нет, этому критерию. Каким образом? Ну, например, позвали уже одну бывшую ученицу школы. Я, кстати, с ней тоже знакома. Когда она училась в школе, мы с ней встречались, в общем, соприкасались, так сказать, в нашей деятельности. И она с удовольствием пришла, хотя она уже работает, работает в банке. Она закончила школу, если не ошибаюсь, в 2008 году. И она очень охотно откликнулась, пришла и поучаствовала в этом интервью. Затем предполагаем еще нескольких выпускников вот так вот опросить, проинтервьюировать. В роли интервьюера выступаю я. И предполагаем проинтервьюировать еще, вот кроме теперешних учащихся, выпускников, мы предлагаем вот эти же вопросы, ну не эти, а какие-то свои, и какие-то будут повторяться. Предложим родителям учащихся, и, кроме того, спросим их мнение о том, почему именно они решили в нашу школу отдать своих детей учиться, получать образование. Вот что, например, сегодня эта ученица, бывшая, то есть выпускница уже пришла и рассказала о школе, и она сказала, ну когда ей там приходилось каким-то образом демонстрирует свои знания, то ее спрашивали, это вот звонок, сейчас идут уроки второй смены. Учащиеся второй смены еще не закончили свои занятия, поэтому вы слышите звонки. Ну так вот, и эта ученица сказала, что вот там, где ей приходилось демонстрировать свои знания, многие удивлялись, что она закончила простую образовательную школу, а не какую-то там гимназию, там супер-упер-лицей и так далее. Так что, видимо, учат хорошо. Но она сама еще из тех учениц, которые охотно учатся, впитывают, воспринимают знания, не увиливают. Кроме того, она активистка была во время учебы, так что еще многое зависит не только от учителя, но и от ученика, от того, как он хочет учиться. И в итоге это получает такой же результат. И еще, что я хочу вам сказать, что персонажем этого фильма буду я по той простой причине, что я тоже выпускница этой самой школы добра и благополучия. И кроме того, я еще и сотрудник этой школы, который в ней работал и сейчас работает. И этот сотрудник еще тоже выпускал выпускников, ну, правда, девятого класса. И сейчас находится в качестве сотрудника этой школы здесь, работает. Словом, я тоже буду персонажем этого фильма. Если что-то там будет интересное для зрителей, я, конечно же, покажу эти выдержки. Тем более, что фильм снимаю я. То есть я ни у кого ничего не заимствую и плагиатом не занимаюсь. Фильм снимать буду я. Так что увидим, что получится в результате этой работы. Вот, сегодня у нас такая была работа. И вот этим мы занимались. Ну, это так коротко о сегодняшнем дне. Всем спасибо за внимание. Встретимся на моем канале. Пока. Будьте здоровы. А я сейчас доделаю то, что еще не доделала. И пойду домой.